расскажите мне еще их в кредит кредитуют вообще банки или каким-то лизинговой компании первый взнос из под какой процент они в рублях нашей стране валюте невыгодно курс непонятный еще не столько завтра столько 15 процентов рублях до пяти лет 20 процентов первого взносу вообще кто а до 7 этажа а лизинг дать из лица миша не работают или только лучше потому что кредитов 90 процентов случаев были почему лучше а у них условия лучше не на 15 процентов и как банки дают 17 процентов разница есть конечно а то а до досрочные какие-то погашения или у них такое есть первые два года досрочно нельзя погашать нет таких фишек или может даже со первого места гасит с рук а не меньше года с рук лизинга но я могу больше суммами ложитесь без вопросов а ну так это нормально до конца года и процент начисляется на остаток суммы а так это тоже круто мне нравится хорошо какая должна быть заработная плата чтобы взять пусть даже в данном случае 80 процентов вот кредит если 20 внести справки за три месяца за 6 они про или вообще по справки не просят они фонде делают запросы и поздно а а зарплату они берут одного человека или могут суммировать доход например двоих серьезно короче я хочу эту машину и когда у вас ожидается вообще вот но поставки следующие если ты ее заказываешь сколько мне придет ее ждать и если они идут в пути то около трех месяцев а вот три месяца подалась подачи заявок а нас идет только полтора два месяца а только пока идет а пока там еще и сделают грубо говоря если ее там нету то ну да три месяца хорошо сначала нужно прийти к вам заключить на нее договор потом обратиться в лизинговую или же сначала обратиться в лизинговую понять что они мне согласятся дать и потом уже иду выбираю как бы на эту сумму машину а без разницы мне такие условия нравятся поэтому мне нравится этот мини-поршик муж что скажешь а то сейчас выберу . ты потом не скажешь что то что выбрал это мы ездить не ну честно мне она нравится мне сзади принципе комфортно сидеть единственно что а сидушки откладываются сзади чуть-чуть туда сюда их можно регулировать упасть а так их чуть-чуть там ну чуть дальше чуть ниже они не регулируются на передние же так понимаю например вот это пассажиры тоже вниз падает до подушки эти регулируются вот так туда сюда не верхние за вот туда-сюда не регулируется на то всех китайцев почему такая фишка они почему-то уже сюда не регулируются не продумали не для женщин с волосами и заколками вы же собственно не должны касаться а я люблю ехать все чтобы меня голова вот на ней лежала подушки защита при ударе я поняла что голова не отлетела 2 впереди 2 сзади и по бокам стекла да и вот двери наверное как набирают ну потому что электричка все же крички набирают он да я ухожу в сиденье когда ты нажимаешь газ не на наездка что разгоняется на шустра обычного двс шансов никаких 440 это очень это очень так как нет коробки передач ну да она не переключается точно и она автоматом и держу пошла прикольно заботятся на как все электрички ты сел на гана тормоз нажала она завелась если ключ она видит она выходишь ключ она не видит она заглохла да все принципе стандартно как у всех пытается даже старстоп так я вот этому говорю что кнопок же у них нет они чтобы как педали зовут вы только подходите к автомобилю она она распознает но с телефона приложение у нее никаких нету и пока то есть завести ее заранее с телефона чтобы она там прогрелась нельзя а если она вся в сугробе будет зимой и как я буду ее отогревать я чистить машины не чищу принципиально от слова совсем а то есть он быстро разогревается уже электроты нога не горячий воздух как горячий то есть по ней ну подогрев грубо говоря вся машина разогреется мне там за две-три минуты от сугроба снега а на практике все шагом мороза если минус 30 а внутри но не 10 датчики же у нее есть дождя не знаю там а фары если едешь на дальнем и впереди машина на вырубит на ближний сама или это мне нужно мне автоматически потом вернется обратно на тот же дальний сияет круиз у неё если ехать на круизе адаптивный да еще мне еще надо камера заднего вида переднего боковых и всех на свете есть но то не стоит скорее всего такая датчик там до ограничитель она писит не знаю мне нравится машинка маленькая но она компактная она маленькая она реально похожа на буржу как не крути она похожа на форше на маленький porsche похоже да но тебе еще в ней вот управлять и уверенно устойчиво роль поворачивается все ты чувствуешь машину контролируешь или нет может это развал типа какого-то разор развалку ощущение что она куда-то влево а что за фишка держание в полосе и вот прям вообще а держание в центре полосы ну правильно ты любишь ездить чтобы у тебя прям эта полоса справа была возле колеса она тебя чуть левее выворачивает то есть управляется она нормально тормоз газ я не знаю повороты как логично но у меня нет желания на нее газовать хотелось бы что она в салоне такая какой-то не спокойный не агрессивная и на ней не хочет допустим в том же mercedes но она минимализм да ну хорошо в сравнении на ли 9 в чем разница там комфортнее чуть-чуть ну то подороже за ними а 10 тысяч ну семерка тоже подороже на 9 по моему тысяч а девятка еще дороже это семерка дороже на 50 300 она распознает машинки да людей мотоциклистов зверюшек по ночам распознает по ночам если кабан выйдет на дорогу будет стоять то распознают как неподвижный а если он будет грубо говоря машина ехать идти по обочине дороги открой вам маленький секрет это не распознает никто а даймлера просили когда немцы приезжали они говорят никто из автопроверейцы этим не занимается мы можем сейчас на стафоре налево идти чтобы на этой улице старт говорит что Продолжение следует...